всем здравствуйте очень рад выступать сегодня здесь с вами рад открывать эту конференцию еще больше было бы рад если бы я выспался не было пробок москве вообще было бы отлично мы сегодня с александром расскажем про влияние текстовых факторов именно на что нужно обращать внимание при продвижении сайтов чем моя часть доклада будет более непрактичная вот так вот скажем зачем в целом этот доклад мы сейчас видим что есть много работ по seo которые не приносят результат то есть вы работаете вы делаете много всего однако не достигаете результата если пробежаться коротко по ним эта работа с поведенческими факторами ну во первых это намного сложнее чем многие думают все вы знаете людей кто ходит по конференции мы рассказывать как круто накручивать pf вот это все не работает однако мы можем анализировать и смотреть другие вещи но это сложно это сложно поддается автоматизации однако мы это можем делать я не буду все это проговаривать потому что мы что все в это уже знаете коммерческие факторы вклад коммерческих факторов растет в яндексе с 2011 года точнее в одиннадцатом году они появились в тринадцатом году их вклад в ранжирование вырос и наблюдаем сейчас также некоторых тематиках сильное увеличение вклада в ранжирование коммерческих факторов причем под коммерческим фактором все понимают это банальные факторы наличие телефонов адресов и так далее если вы увидите в коммерческой выдаче где-то там в топ 30 40 сайты без телефона адрес это будет очень круто то есть если вы даже и пропишите все это у вас все равно топа не будет однако в коммерческих факторах от яндекса мы видели и не банальные вещи а такие как ассортимент цены читабельность доменного имени средняя длина title средняя длина длина url и содержим и содержание тайтл должно быть похоже на содержание страницы вот это вот не банальный фактор и проверить их очень сложно мы попробуем и начали уже парсить данные попробуем что-нибудь на эту тему придумать но пока сложно надо очень много данных делать что еще нужно знать про про коммерческие факторы они тесно связаны с поведенческими и оцениваются для сайта в целом оцениваться по тематикам про seo ссылки сео ссылки сейчас значит до минусинска было как мы покупаем результата не видим после seo после минусинска мы покупаем нету результата нас еще могут и наказать при всем при при этом пострадавших сайтов не очень много там несколько тысяч что делать делать анализировать ссылочные массы конкурентов и собственно делать какие-то выводы об этом можно посмотреть старые доклады мои с этого от этого лета от начала и от конца по экспериментальной выдачи так или иначе все слышали что яндекс стал подмешивать выдачу сайты нерелевантные то есть потек проигрывающие по текстовому ранжированию по ссылочному для для того чтобы проверить будут ли они интересны пользователям или нет и многие оптимизаторы делают неверные выводы то есть они смотрят что оп я там что-то сделал у меня сайт вырос или упал окей значит я делаю правильно помимо экспериментальной выдачи есть еще фильтры и санкции у которых наблюдается последние несколько лет сдвиг порогов антиспама поэтому если вы думаете анализировать свои действия нужно обязательно при колебании по запросам дождаться стабилизации результатов то есть либо в динамике в плюс либо в динамике в минус убедиться что нету санкции и ваш сайт реально вырос или что это санкции ваш сайт просто-напросто наказали по поводу текстовой оптимизации все вам говорят и я в том числе что нужно делать там три вхождения в текст придерживаться некой плотности некого объема текста синонимы добавлять делать минимальное количество во вхождении и так далее кто кто-то говорит пишите текста для людей не обращайте внимание на плотности на вхождение не пишите seo текста делайте чтобы люди сами генерировали ваш контент это you gc однако мы видим что если просто ничего не считать делать все по шаблону результат минимальный поэтому оптимизаторы в целом подводя к водной части некий итог часто ошибаются своих выводах и недооценивают вклад некоторых факторов формулу ранжирования и забывают при этом делать некоторые вещи то есть грамотно проводить текстовую оптимизацию проверять свой сайт на фильтры и санкции а также забывают про временные факторы очень коротко покажу просто про временные факторы здесь ничего кейс не сверхестественные простые запросы большая часть низкочастотки сделана оптимизация была в апреле результат начался где-то вот более-менее хороший в середине июля ничего кроме закупки ссылок небольшой больше не происходило то есть вот несколько месяцев просто нужно было ждать если бы оптимизатор ошибся в своих выводах и начал бы что-то делать с сайтом не было бы результата что делать я предлагаю сейчас рассмотреть одну из важнейших одни из важнейших факторов ранжирования текстовые и понять как как они влияют на позиции вообще как бы что нам с ними делать и так все наверное слышали про bm25 да это формула текстовые релевантности она используется в модификации f то есть field по полям поисковых системах что значит по полям она отдельно считается для разных зон документа для разных полей документа например зоны title исходящие анкоры в баде анкор лист для документа фрагменты текста в баде большие маленькие и так далее можно придумать еще несколько вариаций этих полей также при расчете текстового ранжирования учитываются варианты вхождения учитываются с разным бонусом с разным вкладом различные вхождения с повышенным бонусом прямые вхождения наличие всех слов из запроса также рассматриваются если вхождение в леммах если вхождение в разном обратном порядках там или через слово если вхождение в синонимах если частичные вхождения запросов или хотя бы каких-то слов из запроса также учитывается место расположения запросов в документе чтобы хотелось проверить насколько эти все утверждения реально взять и посчитать значение bm25 по зонам документа и по связкам например взять то что более-менее просто сделать тайтл и бадди и посчитать скоринг bm25 тайтла и бадди оно и одновременно параллельно мы будем собирать некоторые данные это по длине этих зон документы посмотреть если какая-то какая-то корреляция между ними не знаю видно или нет рассказывать я не буду так выглядит формула bm25 этот стата и из википедии вот это нужно было просто посчитать что сделали взяли почти 10 тысяч запросов при этом длина запроса была от одного до трех слов тип мы попытались отсеять коммерчески как мы это делали если спросите расскажу всем кроме игоря бакалова и зашманова в итоге мы собрали почти 500 тысяч урлов и спарсили их тайтл бадди и сделали расчеты давайте посмотрим сейчас я посмотрю как у вас видно видно хорошо это собственно корреляция каждая точка это около 7000 данных объединены вот в одну точку собственно что мы видим мы видим что при что для тайтл чем выше bm25 тайтла чем выше текстовая релевантность тайтла тем документ находится выше в топе при этом если мы посмотрим на bm25 по бадди мы видим обратную корреляцию то есть чем ниже бм25 чем он хуже тем документ находится дальше от топа не знаю с чем это связано но вот это данные на этом количестве запросов дальше сводные данные если мы посчитаем скор то есть попробуем посчитать одновременно тайтл и бадди причем тайтл чуть-чуть с повышенным коэффициентом так как это считается в поисковой системе яндекс мы увидим что по тайтл плюс бадди также чем выше текстовая релевантность этих двух зон документа тем выше документы находятся в топе что интересно от длины тайтл нету никакой практически корреляции для позиций однако по длине бадди что интересно чем длиннее бадди тем выше позиция это не значит что нужно писать длинные бадди там средний бадди в топе там около 1100 1200 слов всего это не не seo текст это вот все шапка футер меню исходящие ссылки и так далее я бы не воспринимал вот этот слайд прям однозначную рекомендацию что все пишем теперь много текста а наоборот в это бы воспринял так что чем выше позиция тем длиннее документы причем не намного сильнее то есть на несколько там на сотню две слов это график по корреляции видим что прямая корреляция только по бадди все остальные это обратные корреляции причем достаточно сильные то есть если коэффициент корреляции стремится к единице неважно в минус или в плюс значит что корреляция достаточно сильная самая слабая корреляция это по длине тайтл но это мы и увидели в принципе выводы из моей части доклада следующие что определенно точно существует корреляционная зависимость между позицией документа и формулой текстового ранжирования bm25 причем для бадди лучший bm25 не значит что ваш сайт будет выше при этом для bm25 и скорингу по бадди и по тайтлам как раз таки говорит о том что чем выше текстовая релевантность по тайтлу и по тайтлу плюс бадди тем будет выше ваш документ однозначно нужно это рассчитывать по разным зонам то есть не делать это в совокупности то есть посчитать общую оценку очень сложно то есть мы попробовали увидели некую зависимость но это всего лишь статистическая зависимость важно при оптимизации высокочастотных и среднечастотных запросов учитывать для каждого запроса вхождение в разные зоны то есть нужно считать нужно рассчитывать и смотреть нужно смотреть для разных зон для низкочастотных запросов это не особо важно можно использовать некие шаблонные рекомендации почему потому что в принципе их расчет был основан на расчете функций текстовой релевантности и собственно последний вывод упрощая все чуть-чуть может быть этот расчет представлен в виде банальных рекомендаций по количеству вхождений и объему слов в разных зонах документа то есть то что вам рекомендует сеошник или то что вы рассчитываете по топу допустим что нужно сделать там тысячу слов из них там сделать пять вхождений там и так далее и по разным зонам в это рассчитали так тоже можно почему потому что в основу функции текстовой релевантности лежат как раз таки эти значения и от их изменения как раз она и меняется вам спасибо передаю слово Александру спасибо артур я продолжу по исследованию утренних факторов мы делали примерно то же самое по тем же исходным данным но у нас наверное немного проще получилась статистика она такая как это фактовая то есть какие-то вещи на которые мы обратили внимание и из которых можно сделать свои выводы так а тут дальше следующее вот это да по исходным данным что мы брали мы взяли запросы которые закупают ссылки и от трех сайтов есть в топ 10 то есть это явно сайты которые занимаются уже внешней оптимизацией но можно сказать что по внутренним факторам у них тоже достаточно все хорошо потому что ну видно что уже с сайтами работают есть оптимизатор который продвигает значит он и на внутренний фактор обращает внимание поэтому эту группу сайтов интересно было посмотреть в итоге у нас получилось 240 тысяч запросов более 50 тысяч сайтов и более 4 миллионов позиций выдачи естественно все данные ну не естественно к сожалению все данные не удалось использовать пришлось немного почистить базу а именно почему потому что не у всех был собран wordstat и отбирали коммерческие запросы в итоге также взяли двухсловные запросы потому что не очень удобно было релевантность определять взяли двухсловный запрос со словом купить цена и по корню основного слова уже находили какие-то зависимости вхождения получилось три достаточно больших группы ну не такие большие как у Артура по 450 запросов низкочастотники среднечастотники высокочастотники всего 13500 позиций выдачи и эти группы еще разбивали на диапазоны по позициям те кто в топе те кто близок топу от 11 до 21 позиции те кто далеко от топа 31 41 позиция кому сложно на слух вот небольшая схемка как это все выглядело то есть получилось 9 таких групп по которым я дальше буду рассказывать статистику что в итоге у нас получилось что хотели посмотреть посмотрели доменные характеристики вхождение в title h1 страницу и сделали по этим же запросам аналитику через наш сервис seo-wizard посмотрели как он считает там есть текстовый анализ интересно было посмотреть как автоматика все посчитает начнем с замены характеристик это именно вот я просто показал по запросам мы смотрели те сайты которые есть в выдаче что получилось начну с возраста продвигаемого доменом тут явно какой-то зависимости прямой нет верхняя таблица нас интересует нижний этот с предыдущего исследования которое чуть поменьше выборка сайтов просто чтобы показать что данные не разнятся в принципе зависимость прямая есть и можно доверять самое основное то что возраст сайта это 9 лет то есть нужно понимать что seo это долго и вот сайт по которым именно мы смотрели они девятилетнюю выдержку можно так сказать имеют и надо понимать что если мы хотим заниматься seo это все таки там наверное вот трех лет как можно ждать каких-то уже хороших результатов раньше наверное уже не так все хорошо по наличию сайта в яндекс каталоге тоже получилась такая статистика опять же какой-то сильной корреляции никакой нет мы видим что и в топе сайты с яндекс каталогом есть и вне топа и примерно одинаково распределение о чем это говорит кто когда-то слышал фразу давайте добавим сайт в яндекс каталог и он вырастет ну я думаю многие такую фразу слышали на самом деле не так скорее всего добавление в яндекс каталог не даст вообще никаких плюсов возможно что-то вырастет но по статистике ну как видите сами что прямой зависимости никакой нет идем дальше по титсу продвигаемых сайтов что мы увидели вот тут уже достаточно интересно есть зависимость того что сайты которые ближе к топу у них титс выше ну тут можно сделать наверное вывод о том что сайты выше ближе к топу и у них титс больше потому что соответственно у них ссылок больше с течением времени который он продвигается ну как бы и помимо того что титс выше у продвигаемых сайтов выше еще и количество страниц то есть тут нужно понимать что если хотим быть ближе к топу если мы интернет-магазин то у нас должна быть наверное широкая номенклатура либо если не интернет-магазин у нас должен быть какой-то интересный контент который яндекс учитывает и такие сайты поднимают ближе к топу дальше по второй части вхождение уже именно в контент тех сайтов которые есть в выдаче что мы увидели интересную зависимость того что важно в тайтл добавлять хождение мы видим что сайты которые ближе к топу они чаще используют вхождение в текст но мы видим причем что не все вхождение не все сайты вставляют ключевик в тайтл то есть видно что процентов 8 в среднем это делает 20 не делает по вхождением в тайтл больше 1 раза ключевика в процентах тут значения видим также что те кто ближе к топу они чаще используют 2 раза больше 2 вхождений в текст больше 1 даже не больше 2 больше 1 и видим что еще интересно то что у высокочастотников показатели выше то есть процент выше если мы продвигаем высокочастотник то наверное нужно все таки делать больше 1 вхождение по количеству слов в тайтле картина достаточно ясная около 9 слов тут наверное можно это объяснить тем что длина сниппета ограничена длина тайтла в сниппете 70-80 символов и больше по длине это как раз 9 слов 78 символов больше делает по длине тайтл наверное нет какой-то необходимости потому что эти слова уже не будут видны в сниппете и скорее всего не будут учитываться поисковиками по вхождением на страницы видим что опять же какой-то прямой зависимости наверное сильная нет но видим что тенденция идет от высокочастотников к низкочастотникам видим что высокочастотников больше вхождений на странице ключевика чем у низкочастотников. Может быть, это можно объяснить тем, что высокочастотники чаще всего ведут на какие-то крупные страницы, может быть, на главные страницы, где достаточно много контента, в то время как низкочастотники чаще всего это какие-то карточки товаров, где у нас есть какое-то описание, цена, может быть, отзывы. То есть контент уже не такой длинный. И по сервису SEO Wizard. Что мы увидели? Сервис анализирует все, что я говорил. Помимо этого еще и дополнительные штуки, такие, как количество предложений в контенте, это тот же так называемый plain text, количество слов, все теги title, даже стилизацию тегов, там b, em, подчеркивание, зачеркивание и прочее. Видели, что, да, действительно, прямая зависимость тоже есть, и по Wizard можно судить об оптимизации нашего сайта. Видим, что сайты, которые ближе к топу, Wizard посчитал значение более высоким, и они оптимизированы лучше. Причем интересная статистика, что у тех, у кого процент текстовой оптимизации начинает с 70 и выше, у тех сайтов в два раза больше продвигаемых запросов в топ. То есть, опять же, видно, что зависимость есть. Ну и небольшой бонус по внешним факторам. А это сейчас очень острая тема в условиях последних новостей и санкций и прочих бед, можно так сказать. Что мы увидели, опять же, по нашей системе. Видим, что зависимость по ссылкам есть, и уже отсылку к докладу можно сделать. Артур говорил, что по сайту ничего не делают, закупают ссылки, он растет. Видим, что тут мелко написано, я просто сейчас прочитаю. Слева сверху динамика арендных ссылок, то есть видно, что закупка идет, и при этом есть шкала вверх, которая показывает, что видимость сайта тоже растет. И обратная динамика, что динамика арендной ссылки начинает снижать ссылочную массу арендных ссылок, и видим, что видимость сайта также падает. Ну и что мы еще заметили, то что по динамике, например, уходящих проектов, которые отреагировали на санкции или побоялись, решили снимать ссылки, видно, что по ссылочной массе у них масса падает, но при этом через Яндекс.Вебмастер мы видим, что количество ссылок у них растет. Мы посмотрели, что это за ссылки. И, в принципе, они все, наверное, из этого списка. Это сейчас скраут-ссылки, ссылки с каталогов, рейтингов, какие-то, может быть, пресс-релизы, вечные ссылки, видеохостинги, социальные сети, блоги, ну и какие-то ссылки, может быть, с рассылок. То есть видно, что оптимизаторы пытаются сделать ссылочную массу более естественной. Что делать? Не спешите, во-первых, удалять все ссылки, потому что это достаточно критично. Можно делать это и торционно, если попали под какие-то санкции. Используйте, соответственно, разные источники ссылок, увеличивайте процент без анкорки и оптимизируйте продвигаемые страницы. Это до сих пор актуально. Все те факторы, которые были с начала времен, они до сих пор все работают. И нужно этим факторам уделять внимание. Небольшая страничка с промокодами от Визарда. Первый промокод – это промокод как раз на краудссылке. Можете сфотографировать, кому интересно. Уже запустились. И второй промокод по бесплатному продвижению на два месяца. Просто запускаете проект, и Визарда сам будет покупать ссылки бесплатно. Потом через два месяца он уже сделает эти ссылки платными. Никакой комиссии, никакой накрутки не будет. Чисто такая акция специально для данного мероприятия. По краудссылкам в Сейп. Они уже тоже появились. Есть сейчас у 100 аккаунтов. Выглядит примерно вот так. Это кнопочка на списке проектов. Указываем домен, бюджет. Как выглядит. Сделал немного выгрузок по закупленным ссылкам. Например, вот сайт Baby.ru. Очень прикольная ссылка. Там статья была как раз про похудение. И абсолютно естественный комментарий с какой-то полезной информацией. Пользователь явно не бот. Уже один год, четыре месяца на сайте. Там у него куча сообщений. И вот такие еще ссылки есть. Ответы Mail.ru. Сайт с постссылкой получил даже лучший ответ. И какие-то лайки, комментарии. То есть видно, что действительно живые ссылки. И по ним идет обсуждение. И, наверное, самые естественные, которые могут быть. Напоследок хочется сказать, что все эти факторы, которые были и используются, они все работают. Хочу пожелать вам удачного продвижения. Готов ответить на ваши вопросы вместе с Артуром. Меня зовут Игорь Бакалов. Компания «Ашманов партнеры». Артур, тебе вопрос по поводу анализатора твоего. Собственно, почему по всему боди считал BM25? Как бы логичнее было бы, наверное, текстовку только брать, выкидывать весь обвес. И второй вопрос по поводу того, по лемам, да, считал ты? Вроде говорил. А как, чем лимитизировал? Можешь поподробнее про это рассказать. Спасибо. Спасибо, Игорь, за вопросы. Отвечая на первый вопрос, к сожалению, было достаточно мало времени. То есть мы собрали данные буквально недавно. То есть приняли решение, что будем собирать. Хотя обещал я это еще в Казани сделать после казанской конференции. Поэтому не успели просто разбить. Убрали просто служебные теги и взяли все боди. Включая там все фрагменты текста и исходящие ссылки с боди. То есть чтобы они все как бы учлись, естественно, по-хорошему надо посчитать отдельно зону исходящих ссылок, отдельно plain текст, отдельно фрагменты текста, отдельно, возможно, там первые 30 процентов и так далее. Это, отвечая на первый вопрос, начитая на второй, мы написали свой лимитизатор. Не то, что мы что-то выдумали новое. Вот просто наш программист этим занимался, вот именно лимитизацией еще в Инжайне. Вот он оплевался от того, что есть на рынке и сказал, я сделаю сам. И мы посмотрели, достаточно неплохо работает. То есть мы не брали там ни майс, ни какие-то готовые библиотеки, мы написали сами. Но это около года назад это было уже. Я думал, ты спросишь про коммерческость запросов там. Илья Кузьмичев, предприниматель. У меня вопрос. Вот вы сказали по поводу доменов, что если чем домен больше лет, тем проще его продвинуть. Скажите, а если, например, домен висит и на нем заглушка, но время идет, это как-то влияет потом? Если поставить на него сайт. Спасибо за вопрос. Ну смотрите, во-первых, возраст насыщается примерно 3 года, считается уже старый возрастной домен. Это первое. Второе, по поводу, если висит заглушка. Если заглушка проиндексирована и она соответствует тематике страниц, то есть есть некий текст или контент, который соответствует будущей тематике, то в принципе возраст отсчитывается. Просто нужно что понимать, что помимо возраста домена, есть возраст каждого урла конкретно, и он тоже участвует в ранжировании. Здравствуйте. Раз, раз, раз. Просто говорите в него. Вопрос Александру. Вот там была табличка с титцами. Вопрос. Эта табличка была сделана до того, как Яндекс обновил титц. Как известно, сейчас титц рассчитывается совсем по-другому, и для многих трансовых сайтов он очень сильно упал, что сейчас учитывается именно в основном естественные ссылки. Или это старый титц у вас? То есть я думаю, для нового титца там была бы гораздо более интересная статистика. Да, это на самом деле еще до обновления титца, когда мы готовились к казанской конференции, я попросил программиста сделать выгрузку. Но вы правильно сказали, нужно эти данные обновить, чем я, наверное, и займусь в ближайшее время. Мне кажется, будет гораздо более интересная информация. Я удивлен тем, что для расчета титц Яндекс перечитывают только естественные ссылки, а в целом вопрос очень интересный, потому что это не так. Еще есть вопросы в зале? Здравствуйте. Кораблев Олег, компания Promtech Service. У меня два вопроса будут таких общих. После получения информации о том, что за ссылки будут накладывать санкции на сайты, мы выключили закупку ссылок на несколько месяцев, как только это появилось. Ну и, соответственно, спустя месяца, наверное, 4-5 анализа, получается так, что санкции мы не получили, но тем не менее стопа нас выкинули. То есть получается, что, в принципе, не нужно было, да, то есть даже если проходит такая информация, нужно как бы сидеть спокойно, и с учетом вот вашего тезиса о том, что SEO – это долго, все равно паниковать не стоит. Правильно я понял? Давайте я слово, и Александр слово. По поводу того, что за ссылки наказывают, да, наказывают, нужно следить за отраслью, потому что, допустим, у меня было два исследования на эту тему, и одно до вообще минусинска о том, что, во-первых, ссылки работают, во-вторых, да, наказывают, но можно избежать этого. То есть нужно просто следить за тем, что происходит в инфополе по SEO, уметь отсекать информацию такую, обзорного характера, от того, что есть прикладное. Вот это первое. А второе, то что, да, снятие ссылок приводит к падению позиций, хотя заявляется о том, что это не так. Но для какой-то части проектов позиции не падают, для какой-то падают. Я дополню Артура. Опять же, отсылка к моему докладу. Не спешите снимать все ссылки. Во-первых, снятие приведет к потере позиций не только в Яндексе, но и в Гугле. И что еще хочется добавить, что, ну, наверное, делать какую-то прополку, если уж именно наступили какие-то фильтры. Мне кажется, до наступления фильтров, ну, беспокоиться, наверное, пока рано. Если уж наступило, то, ну, как бы, да, и бывает, и SEO сейчас старист, и нужно понимать, что, ну, как бы, сняв ссылки, мы потеряем больше, чем если бы мы там зашли под санкции, потом почистили. Ну, в целом вот так. У нас смена Паржинского караула. Теперь с микрофоном у нас очаровательная девушка. А человек, который сегодня спал, уволен. Ну, это, конечно же, шутка. Артур Александр, добрый день. Эдуард Козлов, город Минск. Вопросик у меня такой. По краудссылкам. Потому что, скажем так, если они честные, то в большинстве сайтов они просто идут через внутренние редиректы. То есть тогда вопрос идет о влиянии именно ссылки или влиянии имени домена в этом документе. То есть так называемом сигнале, который уже идет после ссылки. Это раз. И второе, раз эти краудссылки набирают популярность, не кажется ли вам, что через неделю, через две появится куча таких ГСов, которые будут делать там крупные SEO-компании под свои проекты и будут крутить там свои эти ссылки. Спасибо. А если позволите, я еще добавлю от себя немножко. Нет ли вообще страха перед тем, что вот действительно, во-первых, создадут сетки, а во-вторых, опять начнут пользоваться хрюмером и подобными какими-то сервисами? Не скажется ли это на репутации? По краудссылкам скажу, что мы их недавно запустили. Пока сложно какие-то прогнозы сделать, но пока нам нравится, как они работают. И примеры я показал, это как бы каждодневные примеры, а не какие-то специально выделенные крутые сайты. Там ссылки прямые, редиректы чаще встречаются, наверное, в социальных сетях. По поводу страха насчет того, что появятся такие ГСы уже с краудами, но будем фильтровать по качеству, то есть оценивать как-то уже сайты, уже какую-то корреляцию делать по качеству, по цене, наверное, в будущем, если такое уже будет появляться. То есть все от рынка будет зависеть. Если на рынке будет появляться, мы, соответственно, будем подстраиваться под это. Что мне нравится, хочу такое маленькое заявление, отступление. Пока такие вопросы звучат на рынке, что делать со ссылками, как покупать, а сколько ждать, в принципе, все компании, кто умеют работать, могут не беспокоиться. Это вот на каждой конференции таких куча вопросов. Обращать внимание нужно на то, что, вот есть инфополе, обращать внимание нужно на определенный ряд данных, если вы хотите именно заниматься профессиональной оптимизацией. Обращать внимание нужно на статистические связи, на зависимости. Не обязательно о том, что рассказывают, но пытаться сделать это самостоятельно хотя бы. А пока вот сколько ссылок купить, а будут ли АГС на сайты по крауду? Да будет АГС на сайт, обязательно будет. По поводу сеток, строят или нет, мы для некоторых сайтов, в которых хороший бюджет, мы строим сателлиты. Почему? Потому что это выгодно для прокачки анкорного веса. Ну и так далее. То есть пока куча вопросов немножко не о том, это не вам лично, да, в обиду, а в целом. Профессиональные оптимизаторы будут работать и получать результат. Да, Игорь? Ну я думаю, что уже просто закончим. У нас сейчас следующий доклад. Последний тогда вопрос от молодого человека. И мы перейдем к новому докладчику. Здравствуйте, моим Дмитрий. У меня вопрос к Артуру. Скажите, пожалуйста, как вы отсеивали информационные ключи? Вы так и не сказали. Информационные ключи? Да, да, да. Но мы отсекли, попробовали отсечь информационные и выбрать только коммерческие. Об этом я подискутировал с коллегами. Вот, например, Игорь Бакалов из Ашманова, у которого есть методика определения. Есть методика определения Сергея Людкевича. К сожалению, так как времени было достаточно мало, я пошел другим путем. Я взял некий набор данных, признаков коммерческого ключа. Это геозависимость, вхождение топонима в выдачу. Наличие директа и CTR по директу, если он есть. Посчитал вот несколько этих пунктов и получилось в принципе в целом, я просматривал вручную часть, встречаются информационные запросы, но я их уже не удалял, но процент небольшой, то есть до 3%, до 5% максимум. То есть просто посчитали. А так, если вам интересно, как конкретно определять, погуглите на Search Engine методику Сергея Людкевича и в инфополе от Игоря Бакалова. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok